друзья всем привет сегодня нахожусь на реке западная двина конечно сегодня будет не рыбалка сегодня будем делать распаковку одной вещицы заказали у нас у одного умельца вот ну а что за распаковка и с кем я буду делать давайте посмотрим поехали да погода сегодня к сожалению не для рыбалки но обзорчик конечно мы сделаем обязательно поскольку все хотели порыбачить вместе с этим человеком но не получилось ну хоть сделаем обзор сегодня в гостях у нас опять автор канала на рыбалку для души владимир так но всем привет сегодня вы не ошибаетесь канал рыбацкая атмосфера латвия как вы знаете в прошлом году порезали у нас все скамейки на дрова топиться нечем было а сейчас у нас свет подорожал так что у нас дорого снимать едем белоруссии снимать попросил я павла заказать кого к себе вот такой кок в упаковке ну павел расскажет где как мое дело только протестить это сегодня так тест такой легенький потому что до выпласть нам не позволяют условия к вокать тоже особо потому что волна ну и сезон тем более заканчивается ну давайте сейчас немножко расскажем по поводу кока покажем коробку в общем заказывали у одного белорусского умельца взгомили зовут дмитрий володя сам нашел его вот я связался тут и в течение трех дней он доставил поставляется вот в такой коробке квок коробка не оригинальная так что не у вас может быть другая запаковано в общем такую коробку это наверно пищевая пленка если не ошибаюсь не промокла я думаю ну и не смазалась да вот все запаковано плюс клок поставляется вот в таком чехле ну как поставлять чехол отдельно вот блок отдельно нам сделали подарок спасибо большое дмитрий вот такая красота прям впечатляет фотографии вообще шикарные на сайте но вот когда берешь в руки этот код но это вообще шикарно но к сожалению сейчас темно может не так будет передаваться сейчас я попробую зумом вот в общем связавшись володя ловит на глубине 4 до 8 метров дмитрий сказал что нужно брать вот эта пятка сама сейчас побольше от наверняка не чуть-чуть вот пятка должна быть там от трех до четырех сантиметров здесь получается по-моему три с половиной четыре с половиной взяли это вот оптимальная пятка для вот эти глубин поскольку всегда ловля сама происходит на разных глубинах вот поэтому выбрали такой размер и он посоветовал вот покажу ручку саму как видите погода фуфло так что у вас на экране даже капельки уже от воды да сейчас мы потом протрем в общем ручка должна быть он сказал не менее 50 сантиметров чтобы было комфортно рыбачить чтобы не затекала спина вот так что вот такой клок еще под съем и сделаем но длина и все остальное это уже как бы к любому коку привыкаешь сам да он может быть короче у меня короче изначально которым я к вот сюда это чуть длиннее как удобнее это уже попозже я когда уже поймаю первых самов расскажу в общем если кого заинтересует ссылки оставим все в описании володи еще в следующем году попробует порыбачить если что-нибудь словит обязательно тоже будет от него вид не ну по-любому словлю как это и если что-нибудь чем мы зря собрались тут так что тоже ссылки оставлю чтоб не потерять так что отслеживайте ну а сейчас протрем камеру начинается опять дождь возьму зонтик и попробуем немножко про кучу еще ни разу мы его не опускали воду так что и хотим попробовать кстати будет ли он тонуть вообще но поскольку тут используют кто вова или кок это я уже на тут а еще забыл добавить получается использует материал дикая груша яхный лак и еще какой-то лак поэтому мы думаем что тонуть не будет ну тонуть не будет если не дай бог выпадет с лодки но мы это сейчас все проверим сейчас возьму зонтик идет сильный дождь но не сильно это уже наговаривает павел андреевич добавил от тебя итак начинается ветер не знаю будет слышно или нет но мы просто хотим протестировать поскольку володя заберет себе домой клок поэтому давайте попробуем но мы смотрим как он вообще звучит если будет слышно конечно шикарно ну производитель видео вам отошлет еще как он сам хочет ванной до рука у меня еще к нему не привыкла поэтому еще может немножко отличаться ну и плюс плюс мешает ветер и дочь мне да ветер волна так что ну мы засняли нужно сворачиваться чтобы нам не замок не смокнуть и не простудиться так что вот такой кок ну что володя я считаю доволен всем спасибо так что все ссылки оставляю в описании смотрите ну а по возможности может еще володя в этом году выберите если не в этом то следующем будет видео так что когда мы порыбачим смотрите вот раз чехол в чехол и курточка это курточку павел подогнал спасибо всем пока так ну в общем переместились домой хотели уже заканчивать видео но решили взять такую небольшую ванну маловато конечно для разгона но показать как звучание все-таки тут ветра нету в гараже так что давайте посмотрим сейчас как переместились домой весь алкоголь дома забыли поэтому пришлось прийти сразу сюда то что на двине не наливают еще раз покажем клок вот так что ну давай попробуем ванне ванна маленькая разгона нет ручка тут длинная у клока поэтому лучше когда ну расстояние хватает ну надо привыкнуть каждому клоку рука должна привыкнуть я им хочу вот первый раз да вот на 2 нет там три раза попробовал и здесь видео который павел вставит там вообще четко у него из изготовителя квоков получается ну я думаю тоже к следующему сезона у меня уже пойдет также этим клоком по подъем а не показалось я сейчас павел еще по хочет он вообще ни разу не кучу сейчас красить красивенько вот смотрите у него рука набита уже вообще опыта по поводу квоков вообще не имею и вот смотрите что получается то есть все кажется там на думаю что это легко я боюсь сломать видали сразу подъем пошел а головой ну до весны придется еще потренироваться паша так что на этом свое видео заканчиваем все ссылочки оставим в описании всем спасибо за просмотр всем пока ну квок рабочий или нет все увидите в следующем сезоне да сейчас у нас уже октябрь месяц а сам и уже у нас в двине в долгаве уже но практически неподъемный так что на этом прощаемся надеемся еще зимой с володей порыбачим приедет там гости на озеро если границы не закроют и снимем какое-нибудь видео так что всем спасибо за просмотр всем пока